Всем привет! Приехала ко мне посылочка из магазина Мир Вышивки. В посылочке был вот такой каталог фирмы Риолис. Я в конце обязательно вам покажу, что это за каталог. Я сама еще его не смотрела, буду вместе с вами его разглядывать. Визиточки всегда в посылочках от Мир Вышивки. Если кто еще не делал заказ в магазине Мир Вышивки, под видео я оставлю вам ссылку на мой именной промокод. Вы можете им воспользоваться и получить скидку 10 процентов к своему заказу. Кстати, эта скидка суммируется со скидками на сайте. Удачных вам покупок! Вот такая визиточка. Раньше были красные визиточки, ну а сейчас новые визиточки. Такие вот. Миркрестиком.ру. Первый наборчик это вот такое пасхальное яйцо от фирмы Жар Птица, которую я планирую вышивать в этом году, но до Пасхи уже осталось не так много. Я очень надеюсь, что получится у меня вышить в последнее время. Темпы вышивки у меня немножечко снизились, но это временно, ничего страшного. Очень нравится мне эта новинка. Она была представлена на формуле рукоделия. И очень я захотела вот эту новинку. Там новинок, конечно же, много. Но почему-то мне захотелось только вот эту новинку. Они все классные, но стальные наборчики на пластиковой конве очень крупные. А я планирую все игрушки на пластиковой конве вешать на елку. Несмотря на то, что это пасхальный сюжет, я все равно хочу повесить его на елочку. То есть все мои игрушки будут лежать в одной коробочке и будут доставаться раз в год и развешиваться на елку. Ну, такие у меня планы. Я не украшаю на Пасху свой дом. Вряд ли я найду применение этому яйцу в этот светлый праздник. Хотя, в принципе, когда мы печем кулич, красим яйца, может быть, и можно где-то как-то установить. Кстати, сейчас есть подставочки для этих наборчиков. Ну, в принципе, если приобрести одну подставочку, может быть, и можно на стол поставить вот такую вот работу. Хотя я все-таки планирую сделать вот так веревочки. Вот так, как в этом наборчике. Обзор я делать не буду в этом видео. В этом видео я показываю посылочку. А уже сам процесс вы посмотрите в следующих моих видео. Дальше я обратила внимание вот на такую новинку. Очень мне понравилась эта новинка от фирмы Овин. В общем, сегодня я заказала разных производителей. Посмотрите, какие классные снегири в ежевике. Я, правда, с трудом представляю снегирей на ежевике, потому что ежевика плодоносит в конце лета. Ну, может быть, в разных регионах по-разному. А снегири прилетают зимой. Ну, не знаю. Может быть, есть регионы, где выпадает снег, уже лежит на ягодках. Хотя листочки зеленые. В принципе, синички могли бы здесь сидеть. А вот очень интересно, когда тепло, снегири прилетают или нет. Я в нашем регионе видела снегири только зимой. Но все равно сочетание очень красивое. Я, кстати, не особо на этом зацикливаюсь. Вот на сюжете, да. Есть сюжеты, где, например, ягодки и цветы. Например, вишня и цвет вишни. Я люблю сочетания. Я люблю эти сочетания. Казалось бы, нелогичные. Ну, даже если и здесь снегири на ежевике не очень логично, но смотрится очень красиво. Очень красиво. Хотя, знаете, какой сюжет еще у меня в любимчиках? Это снегири на рябине. Когда зимняя морозная рябина и снегири очень красиво смотрится. Я люблю такие сюжеты. Ну, и этот сюжет мне тоже понравился. Размер работы 22х33 см. 26 цветов используется. Наборы овен комплектуются нитками ПНК Кирова. Вышиваются на конве 16 каунта, но, скорее всего, в две нити. Если конва 14 каунта, то наборы овен вышиваются в три нити. Ну, вот те, которые я вышивала, там написано было в три нити. А здесь в две нити. Конва Цвайкард. Ну, в общем, комплектация хорошая этого набора. Вот. И используют наши ниточки ПНК Кирова. За счет этого цена на наборы недорогая. Ну, я считаю, что ниточки ПНК тоже очень хорошие. И если бы нитки были Мадейра или ДМС, то эти наборы стоили бы намного дороже. Но вот как раз в фирме Овен мы можем приобрести вот такие сюжеты, интересные, красивые, по недорогой цене. Мне, в принципе, вот это нравится. И дизайнер Анна Петунова. У Анны Петуновой очень много красивых авторских схем. Я покупала у нее схему. Теперь наши рукодельницы могут приобрести схемы Анны Петуновой вот в таких наборах. Я покупала у Анны Петуновой в группе. У меня есть схема. Я пока еще не приступала к отшиву. Мне очень нравятся ее разработки. У меня, кстати, ВКонтакте есть плейлист. И там все мои авторские схемы, которые я покупала. И там указаны авторы. Если вам интересно, переходите. Под видео есть все ссылочки на мои группы, на мою страничку. И вот на моей страничке есть альбом «Авторские схемы». И вот там есть то, что я покупала. Можно будет посмотреть. А вот этот набор мне очень-очень понравился. Это «Золотой руно». Вот как раз сейчас я вышиваю набор от «Золотого руно». В следующем видео покажу вам отчет. Очень нравятся мне их работы тем, что в основном идет крест в две нити. Не нужно заморачиваться. Давно я разглядывала вот эти сюжеты морские. «Карибы», «Мальдивы». Еще есть один морской сюжет очень красивый у «Золотого руно». И купить все я не решалась. И тут вышла новинка, где собрано практически все. То есть вот если я смотрю отдельные фрагменты, мне напоминает набор «Мальдивы», «Карибы». Ну, в общем, и вот третий сюжет, к сожалению, название, не знаю. Вот смотрите, да. Здесь еще есть дельфинчики. Это здорово. Мало того, что я буду вышивать кораллы, водоросли, рыбки разные. Вот и мелкие, и крупные. Вот еще здесь рыбки. Но еще и такие классные дельфины. Причем дельфины пары. Это очень символично. Многие девочки меня спрашивают, что вышивать на дружную семейную жизнь. Вышивайте парных животных, парных рыбок. Ну, это так, условности, но, в принципе, можно вышивать вот этот сюжет. И, кстати, я сейчас сказала парные сюжеты и обратила внимание, что здесь три птички. Но это абсолютно ничего не означает. В общем, вот такой вот классный сюжетик. Размер этой работы 29,6. Ну, 30, да? 30 на 36. 52 цвета мулине. Очень люблю большое количество цветов. Как раз вот сейчас вышиваю золотое руно. И там огромное количество цветов. Несколько планшеток. Вот сейчас вы видите здесь одну планшетку. Остальные планшетки все в середине. Вот они обычно там в середине. Но я так люблю эти планшетки. Ну, несмотря на то, что короткая нарезка ниток у фирмы золотое руно, меня часто спрашивают, нравится ли мне такая нарезка. Ну, в принципе, я не скажу, что она мне очень нравится. Я люблю подлиннее. Ну, а я нормально вышиваю такими нитками короткими. Да, я складываю вдвое, закрепляю петелькой. Закрепляю петелькой. И получается, конечно же, очень коротко, быстро ниточка заканчивается. Но зато она не перетирается, не перекручивается. Не успевает она перекручиваться особенно. Вот. И вышивать легче. Еще что мне пришло. Вот такая тканюшка. Она недорогая. Стоит 120 рублей. Это велюр. Напоминает короткий мех. Вот очень короткий мех. То есть велюр тоже разного бывает качества. Я уже заказывала вот такие вот ткани. Я их беру на обратную сторону подушки. Отрез достаточно большой. 50 на 70. Примерно так. И очень нравится мне вот как выглядят на обратной стороне подушки. Ко мне Аня приезжала. И мы с ней делали совместную покупку как раз в этом магазине Мирвышевки. И Аня заказала вот такие тканюшки. Я до этого не обращала на них внимания. Но потом увидела. И они стоят недорого. В наших магазинах дороже стоят ткани. Правда я не знаю как по расцветкам. Очень быстро разбирают. И не всегда есть в наличии те цвета, которые нужны. Вот в этот раз был голубой цвет. Я его решила взять. Я пока не знаю подойдет он по цвету или нет к моему наборчику подушка от Панны. Вот сейчас вы видите на экране. Здесь цветы и розовые и голубые. Там в общем-то можно обратную сторону и зеленую. Ну разную, да. Я пока еще точно не знаю буду ли я оформлять именно так. Потому что я еще не приступала к вышивке этой подушки. Но подумала, что такую дешевую тканюшку стоит взять. И пусть она лежит в моих запасах. Если она не пригодится именно на эту подушку, то потом когда-нибудь я вышью другую. Я люблю голубые, бирюзовые, сиреневые цвета. И я думаю, что вот эта ткань, она не будет лишняя в моих запасах. Она обязательно куда-нибудь пригодится. И вот такую же ткань я брала коричневого цвета на совушку. Я уже вышила подушку сова. Вот все никак не схожу к маме, чтобы оформить. Мы хотели с ней вместе сшить. Я что-то давно не сшила. Нужно вшивать молнию. И нужно выкраивать, потому что сова, она не просто квадратная. А нужно все сделать по уму. В общем, я собираюсь оформить эту подушку, если получится, то этой весной. У меня много недоделок, много неоформленных работ, которые в этом году обязательно нужно оформить. И вот одна из них, вот эта сова. И как раз туда я купила тоже вот такую ткань. А сейчас решила на запас взять голубую. Но когда я вышью подушечку с фиалками, то тогда я приложу, и будет уже видно, подходит или нет. Пока, вот пока вроде на первый взгляд подходит. Но я еще могу передумать. Это процесс творческий. Не обязательно, что будет именно так. Но я рада, что у меня эта тканюшка есть. Она очень нравится мне по качеству. Кстати, обратите внимание, на сайте много разных тканей. Там есть прям отдельный раздел ткани. И ткани представлены по производителям. Там разные производители. Там не только для подушки можно приобрести. Там есть разные тканюшки. Я частенько туда заглядываю. Но пока я еще не знаю, для чего мне нужны будут другие ткани. Я покупаю только к конкретным процессам. Но ассортимент все равно я изучаю. На будущее, допустим, я уже знаю, что куда я смогу применить. И сейчас посмотрим каталог Риолис. Это каталог приложения. Приложение. Так, 2018 год. Получается, что это каталог за прошлый год. Вот очень мне интересно узнать вот об этом наборе. Очень нравится мне сюжет. И как раз первый сюжет, который попался, это вот «Солнечный день». Вышивается на моей любимой 14-й конве. И очень мне интересно было, какими нитками вышивается. В последнее время Риолис часто комплектует свои наборы в смешанной технике. То есть там шерсть и хлопковое мулине. Вот обратите внимание, ше это шерсть, ма это мулине хлопковое. Я думала, что вот этот набор в смешанной технике. Но это вот в такой коробке подарочной идет. Премиум серия. И вышивается нитками. И вышивается хлопковыми нитками. Обычно наборы Риолис комплектуют ниточками Анкор. Мне очень нравится этот сюжет. И когда-нибудь он будет в моей коллекции. И именно потому, что здесь хлопковые нитки. У меня аллергия на шерсть. Поэтому для меня это важно. Даже наборы в смешанной технике я не приобретаю. Но вот здесь не написано, что здесь есть шерсть. Я еще сомневалась. Но вот теперь, благодаря этому каталогу, узнала, что шерсти здесь нет. Вот такой сюжет с маками на 14-й. Аиде тоже вышивается. Размер 30 на 40. Кстати, предыдущий 40 на 50. Больше. Достаточно внушительный размер. Многие девчонки спрашивали меня про мои хочушки. Что я еще хочу? Ну, в принципе, вот этот наборчик я бы хотела. И смотрите, что мне еще очень нравится. Но я не могу, к сожалению, вышивать шерстью. Я такой наборчик приобретала в подарок. Я вам не показывала, но у меня он был. Кстати, то, что я приобретаю в подарок, я не показываю. Ну, иногда бывает, проскальзывает где-то, но не показывала я вам вот этот наборчик. Очень классные баночки с вареньем. Обалденные баночки с вареньем. Так они мне нравятся. Если бы я могла вышивать шерстью, то я обязательно себе купила бы вот эти баночки. И смотрите, вот еще какие классные наборчики. Но они уже идут со смешанными нитками. То есть и шерсть, и хлопок. Многими любимые сюжеты городов. Эрмитаж, Голландский домик, Кижи. Ну, в общем, много уриолис классных сюжетов. Мне многие нравятся. Останавливают только шерстяные нитки. Некоторые девочки говорят, возьми набор, замени нитки на хлопок. Девочки, я это делала. С этого началось мое знакомство с риолис. Но не нравится мне результат. Все-таки дизайны, которые разработаны шерстью, они под шерсть, да, не разработаны. Они не всегда хорошо смотрятся нитками мулине. Да, они тоже смотрятся неплохо, но мне хочется так, как в оригинале. Поэтому я лучше не буду тратить свое время и ничего менять не буду. Букет с астрами. Очень красивый букет с астрами. Тоже шерстяными нитками. Вот очень много уриолис хороших сюжетов, но под шерсть они. Вот такие васильки. Тоже на 14-й конве. Но по моему вкусу слишком темная работа. Хотя, может быть, это превью. Многие работы в готовом виде смотрятся ярче, чем на превью и в каталогах. Потому что девчонки, кто ходит на формулу и видит в отшиве, многие отмечают, что отличаются. Жаль, что я не могу попасть на формулу. В моем городе не проходит формула. А в Москву мне все-таки ехать 1600 километров. Это тоже неблизкое расстояние. Но очень бы хотелось хоть раз в жизни попасть на формулу рукоделия. Маленькие ежики. Такие маленькие дизайны. Многие девочки любят маленькие дизайны. А у меня как-то страсть к крупным картинам. Но в последнее время я понимаю, что на вышивку у меня времени мало. И тоже беру в работу маленькие сюжеты. Вот, допустим, вот это пасхальное яйцо, которое я буду вышивать в ближайшее время. Большие сюжеты подождут. Когда мое время освободится, то я их с удовольствием буду вышивать. Сурикаты. Вот такие сурикаты смешные. Два обнимаются, а два стоят. Смотрят. Ждут в своей очереди, когда же их обнимут. Смешные такие сурикаты. Браслет-полянка. Вот, кстати, интересная фурнитура. Браслетик из бисера. А мне очень нравится. Я сейчас первый раз увидела такой браслетик. Но мне этот браслетик очень-очень сейчас понравился. Я раньше не обращала внимания. Не видела, что есть такие браслетики. Все, мечтаю когда-нибудь заняться бисероплетением. Пока у меня только из бисера пасхальное яйцо. И есть мастер-класс на канале. Но очень хочется когда-нибудь попробовать бисероплетение. Игрушки. Утки-мандаринки. Вот такие уточки. Смешные. Собачки. Собачка. Бордер-колли порода называется. Я такую породу не слышала. 30 на 40. Колли слышала. Бордер-колли. Хрюшечки. Вот такие хрюшечки. К Новому году многие девчонки покупали хрюшек. Вот такие классные хрюшки. Кто увлекается гороскопами, астрологией. Вот по восточному календарю. Этот год хрюшки. И вот такая подушечка смешная. Но я уже говорила в трансляции. Не обязательно вышивать хрюшку по гороскопу. Хрюшка и так прикольная, красивая, интересная животная. Можно вышивать просто так. Но если мы собачек вышиваем просто так, почему бы не вышивать хрюшечку просто так. Так, а здесь у нас грифон. Ну, какой-то мистический. Я, к сожалению, не увлекаюсь. Поэтому точно вам сказать, не могу, что это за животное. Понятно, что мистическое. Конечно, я могла бы погуглить, но я этого делать не буду, потому что эта тема, в принципе, меня не интересует. Я этим не увлекаюсь. Я гуглю, если мне что-то интересно. Я все равно знаю, что я это вышивать не буду. И, если честно, я не особо верю в гороскопы. Вот, поэтому... Но я вам все равно показываю, потому что не все же такие, как я. У меня много зрителей, которые увлекаются гороскопом. Вот такой снеговичок. Классный снеговичок. Сочельник называется набор. Специальный проект вышивка Риолис на одежде. Написано, что на сайте фирмы Риолис вы сможете найти каталог и сюжет, который подойдет для вышивки на одежде. Я очень люблю на джинсе, как смотрится. Вот особенно люблю, когда яркие маки на джинсе. Для Василисы в будущем я планирую вышивать на джинсе сюжеты. Обязательно попробую. Вот официальный сайт Риолис. И также в магазине Мир Вышивки тоже много наборов, представленных от фирмы Риолис. На этом я заканчиваю свое видео. Большое спасибо Вам за просмотр. Всем желаю удачи. С Вами была Инесса. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok